За рядом позитива на весь следующий месяц назвала глава района Надежда Суровцева традиционное награждение на районном оперативном совещании. В этот раз в центре внимания победители и призеры зимней спартакиады. Первое место среди предприятий заняла команда Мултон, среди сельских поселений Медвежьи озера, среди городских – Щелково. На совещании подвели итоги работы муниципального района в марте, проанализировали основные события. Руководитель администрации Алексей Валов проинформировал о кадровых изменениях. Покинули свои посты два его заместителя – Инна Ковцева и Николай Томашов. Собравшимся представлен новый замруководителя – Наталья Тамбова. Накануне Алексей Валов встречался с губернатором, у которого, по его словам, остались положительные впечатления от недавнего визита в Щелковский район. Высоко оценивают в области усилия районной администрации по привлечению потенциальных инвесторов. Эффект от еженедельных инвест-часов должен наступить уже в этом году. Мы разговаривали о скольку, когда примерно пойдет такой рывок в экономике. В этом году у нас идет организационная часть, может быть еще полгода следующего, а потом пойдет стойчий экономический рост. Я имею в виду наполнение бюджета будет совсем другим. Если вот те продекларированные нам инвесторы займутся продекларированными инвестиционными проектами. Но мы будем их спровождать, еще раз говорю, при этом губернатор получит удобрение. Актуальными в марте оставались проблемы в ЖКХ. Прежде всего, это наладка работы Мособл ЕРЦ по оформлению платежек и наведение порядка в работе управляющих компаний. Сейчас правоохранительные органы плотно занялись практически всеми, исключительно и муниципальными управляющими компаниями, и коммерческими управляющими компаниями, для того, чтобы навести в этом году твердый, основательный порядок в этих вопросах. На совещании подвели итоги работы по ключевым направлениям. Более 80 культурно-массовых, спортивных и просветительских мероприятий прошло в марте, рассказал замруководитель администрации Юрий Родионов. Проводы русской зимы, вечеринка стиляги, финал общероссийского проекта «Минифутбол в школу», неделя детской книги, театральный фестиваль «Игра и актер». Второе место на региональной олимпиаде по избирательному праву заняла щелковская команда «Молодежка». Рейтинг 56. О месте Щелковского муниципального района в областном рейтинге муниципальных образований рассказала Наталья Тамбова. Он введен несколько лет назад правительством области для создания здоровой конкуренции среди муниципалитетов. Оценка идет по 56 показателям, отсюда и название. Они подразделяются на зеленую, желтую и красную зоны. У нашего района 13 показателей в лучшей зеленой зоне. Задача на этот год – расширить в ней представительство и вообще войти в десятку лидеров. Рейтинг для нас – это не только возможность поконкурировать с другими муниципалитетами, но в том числе и десятка лидирующих районов получает финансовую поддержку дополнительно от Московской области. Всем тяжело с бюджетом, то наша задача с этим справиться. И я пожелаю нам всем удачи и победного результата. Подобного успеха уже добился наш МФЦ. В первом квартале его консультанты приняли 53 тысячи человек. Для сравнения, за весь прошлый год было 72 тысячи заявителей. Постоянно растет количество услуг. По тому лету, за февраль, от Министерства представительного управления, который пришел вчера, мы вошли в первые десятки многофункциональных центров Московской области. Замруководителя администрации по безопасности Евгений Петеримов сообщил, что в рамках проекта «Безопасный регион» в Щелковском районе будет установлено еще порядка 180 камер видеонаблюдения за счет областного и районного бюджетов. Отмечена эффективность работы Межмуниципального управления МВД Щелковское. В марте раскрываемость преступлений составила более 80%, сообщил начальник управления Дмитрий Рябов. Последним по очередности, но отнюдь не по важности, стал вопрос наведения чистоты и порядка на территории. Апрель объявлен месячником по благоустройству. В районе пройдут пять субботников. Жители приглашаются к участию. Создан штаб, составлен график. Мы постараемся по ямочному ремонту спортируем все до 20 апреля, по мусору до середины месячника уже, за два субботника. Ну и остальные все мероприятия мы спланируем завершить в период всего месячника. Подводя итог совещания, Алексей Валов призвал всех руководителей мобилизовать трудовые коллективы на эту полезную работу. Мы должны и дворы очистить, и территории нашего Щелковского района привести в порядок. Поэтому я прошу эту задачу считать основной.